Привет, друзья! В этом видео я покажу вам, как перевести вот такие часы, которые работают от одной пальчиковой батарейки, на литий-ионные аккумуляторы, которые имеют напряжение гораздо больше, или даже на автомобильные аккумуляторы на 12 вольт, есть у меня вот такой. И эта задачка будет решена весьма и весьма просто. Ролик записываю по просьбе моих уважаемых зрителей, которые в комментариях попросили меня посоветовать, как это сделать. Ну что ж, смотрите. В интернете и на ютубе я читал и смотрел ролики, в которых рассказывают сказку о том, что достаточно просто применить резистор, ограничить ток от любого аккумулятора, хоть автомобильного, хоть такого, и часики будут тикать. Я уже показал видеоролик, в котором экспериментально мы провели опыт, и оказалось, что нет, такое ограничение по току не получится. То есть часы не тикают. Они жужжат, тарахтят, не выгорают, конечно, но не работают. А в сегодняшнем видео я покажу, как это сделать. Такие часы, такие устройства, такие механизмы питаются пальчиковой батарейкой, напряжение которой гуляет от 1 вольта до 1,8 вольта. Ну, разные бывают батарейки. При этом такие часы исправно работают. Механизм у них одинаковый и универсальный. Рассчитан на обычную батарейку. Что я заметил? Проводя эксперименты, я заметил, что когда батарейка просаживается, такие механизмы, такие схемы переходят в довольно интересный режим, начинают жужжать и очень сильно потреблять ток, и высаживают батарейку окончательно, практически в ноль. Ну, в этом мы ковыряться не будем. Мы ограничим не только ток, но еще и напряжение. То есть нам потребуется создать какой-нибудь небольшой стабилизатор, который будет ограничивать напряжение от такого аккумулятора, даже с резистором, с ограничением по току, Еще и по напряжению. Обычно для этого используется стабилитрон. Можно, конечно, поискать, купить, найти, или даже какую-нибудь микросхему сюда присобачить, типа какой-нибудь ЛМки. Но есть методы более интересные, смешные и забавные. Еще раз подчеркну, что недостаточно просто ограничить ток. Ведь если вы поставите сюда резистор, и здесь будете измерять напряжение, то напряжение у вас окажется равным напряжению аккумулятора. А вот эта схема, она от напряжения сильно зависит. Итак, из стабилизаторов без стабилитронов мы прекрасно знаем, особенно те, кто смотрел мои ролики, что светодиоды являются прекрасными стабилитронами. Да-да, ребята. Кто не знает, посмотрите ролик, или же просто пошурудите в интернете, и поймете, что каждый из этих светодиодов на своих выводах может стабилизировать и напряжение, и ток. В нашем случае интересно стабилизировать именно напряжение. А вот какое напряжение должно быть здесь, и какой светодиод сюда подбирать, расскажу прямо сейчас. Когда-то давным-давно я очень сильно удивился и спрашивал своих зрителей, зачем внутри калькулятора обыкновенного бухгалтерского стоит маленький зелененький светодиод внутри корпуса. То есть свечение этого зеленого светодиода рядом с батарейками самозаряжающимися в калькуляторе никому не видно. И вот мы вместе, посовещавшись, пришли к выводу, что действительно зеленый светодиод там стоит в качестве стабилитрона, чтобы батарейки, батарейки, которые заряжаются там от маленькой солнечной панельки, не перезарядились. А значит здесь я не буду, во-первых, не то чтобы первооткрывателем, а не буду таким из себя фантазером, который рассказывает вам сказку. Да, светодиоды в качестве стабилитронов применяются. И мы прекрасно знаем, что от пальчиковой батарейки загорается один из типов светодиодов. А значит он нам как раз и пригодится. Знаете какой? На своем канале я показывал. Да, ребята, красные светодиоды могут загораться напрямую без всяких джоуль-воров от пальчиковой батарейки. Именно они нам хорошо и пригодятся. Жаль, вот эта схема уже спаяна. Ладно, покажу, как я ее паял. Ну понятно же, что ролик я записываю там в 3-4 этапа, и поэтому пайку-то я произвел заранее и даже ролик снял. Вот, короче. Мы стабилизируем стабилитроном из светодиода напряжение. Этот диодик нам пригодится. В следующем ролике я покажу вам очень интересную вещь. Обязательно там подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, иначе вы произвеваете все самое интересное. Но сегодня мы могли бы обойтись и без этого диода. Но рекомендую припаять его сразу. Тем более, что детали всего ничего. Раз, два, три и закончились. И резистор. Не забудьте резистор. В моем случае я резистор пока что отпаял, потому что мы будем пользоваться экспериментальным переменным резистором. Знаете о таких? Это у которого ручка крутится и сопротивление меняется. Пойм какую вещь-то рассказал. Короче, чтобы нам действительно с удовольствием проводить эксперименты, я буду использовать переменный резистор. Мощный такой, фарфоровый, с проволокой. Ну, крутотень, да крутотень. Между прочим, дорого стоили в свое время. Вот такие замечательные резисторы. С его помощью мы будем подключать разные по напряжению и току нагрузки. Ну что, давайте я соберу схемку и уже покажу. Суть будет заключаться вот в чем. То есть мы собрали стабилитронную схему, которая стабилизирует напряжение. Ток мы ограничиваем с помощью резистора. И запускаем, наша цель запустить вот этот вот механизм, который работал, еще раз подчеркну, от пальчиковой батарейки. Но мы хотим его запустить от аккумулятора, литий-ионного аккумулятора или же набора батареек самодельных, допустим. Ну что, собираю схему. Вот схема собрана. Лежит стабилизатор. К этим проводам будут подключаться часы. Наша цель, вот вольтметр измеряет напряжение на вот этих выводах. Добиться здесь полтора или одну и целую шесть десятых вольта. По амперметру мы будем смотреть ток. Так, постепенно буду увеличивать напряжение. Ну, скажем, наша цель от четырех вольт, ну, что максимум здесь, добиться напряжения в полтора вольта. И так делаем. То есть, сейчас у меня будет подключено две батарейки. Это три вольта, ну, чуть больше трех вольт. Светодиодик загорелся. И напряжение стабилизируется в районе одной целой шести десятых вольта. И видим ток. Теперь у меня было две батарейки, три батарейки. Соответственно, светодиод горит. Напряжение стабилизировано, ток увеличился. Ну, и давайте сделаем раз, два, три, четыре. Четыре батарейки, шесть вольт. Это гораздо больше, чем такой аккумулятор. Вот. Дадим шесть вольт. Напряжение чуть-чуть, конечно, выросло. Одна целая шестьдесят семь сотых вольта. Ну, светодиод не перегорает. Соответственно, как стабилитрон он справился. Ну, и ток шесть миллиампер. Все. Мы справились с этой задачей. То есть, вот такой вот аккумулятор с вот таким вот сопротивлением и вот таким вот стабилизатором из светодиода можно подключать. Теперь вместо вольтметра я подключу часики. То есть, я отключу вольтметр. Вот, оставлю это сопротивление таким же, как оно было. Хотя можно было увеличивать, уменьшать. Вот. Уберем вольтметр в сторонку и подключим провода к часам. Я подключил провода к часам. Вот. С помощью этого вольтметра мы теперь будем видеть то напряжение, которое я подаю на часы. Резистор ограничивает ток. Стабилитрон ограничивает напряжение. И давайте посмотрим, при каком напряжении теперь работают мои часы от аккумулятора, допустим. Напряжение 5 вольт. Светодиод моргает в такт часам. Ну и стрелочка тикает. То есть, с нашей задачей мы справились. Вот. Подбором этого резистора мы можем увеличивать, уменьшать ток. То есть, допустим, вы не попали, скажем, в диапазон напряжения вот такого литий-ионного аккумулятора. То надо будет подбирать переменным резистором, а потом уже впаять постоянный резистор, чтобы у нас часики тикали. Вот. В данном случае эти часы легко можно подключить, скажем, к блоку питания от зарядного устройства. И часы будут уже работать от розеточки. Еще один интересный способ подключения таких часов к розетке я вам покажу обязательно. Но его поймут только те, кто посмотрели данный ролик. Давайте еще раз объясню, что мы сделали. Кроме того, что мы ограничили ток с помощью резистора, мы еще соорудили очень простенько и быстренько вот такой вот стабилизатор напряжения на светодиоде. Конечно же, его можно было выполнить более там на микросхемах, на программируемых чипах. Но две-три детальки собрать, по-моему, сможет каждый, тем более, что светодиоды под рукой есть у каждого, тем более красные. И все. То есть мы можем прекрасно использовать литий-ионный аккумулятор, автомобильный аккумулятор, батарейки более высокого напряжения. Но, конечно же, надо будет ограничивать ток, подбирать резистор такой, чтобы часики ваши тикали, ну и, соответственно, светодиод не успевал перегорать. Вот в данном варианте, если, скажем, вы богатый человек, у вас есть такой вот резистор, с помощью которого вы можете регулировать ток, то вы можете сделать часы с универсальным механизмом, ну, точнее, схемой, которая будет заставлять работать эти часы от разных напряжений. Вот сейчас что я сделал. Сейчас у меня напряжение двух пальчиковых батареек 2,74 вольта. Этим резистором я добился нужного тока, чтобы затикали часы. Ну, а стабилитрон как работал, так и работает. Сейчас я немножечко увеличу сопротивление, так, и мы, скажем, запустим наш механизм, все, вот от 4 вольт. Смотрите, 3,86 вольта, часики тикают, светодиод моргает. Ну, и показывал ранее, это вы уже видели. 5 вольт, все то же самое, стрелочка хорошо работает, и от 5 вольт. У меня диапазон этого резистора не позволяет дальше идти до этого аккумулятора, то есть надо добавить еще один резистор, но с этим, я думаю, вы прекрасно справитесь. Тут и так все понятно. И вот только, пожалуйста, не надо мне петь песни о том, что, ой, как тут всего много, как это сложно. Да нифига подобного. Если вы хотите подключить аккумулятор, вам достаточно спаять вот такую цепочку. Смотрите. Вся эта куча проводов равна вот такой схеме. А на этом все. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Пока, ребята.